Калифорнийский приграничный город Джакумба-Хот-Спрингс стал горячей точкой для миграции. Здесь за последний месяц границу США пересекли тысячи людей. Многие из них из Латинской Америки. Мы пробуем здесь, потому что говорят, что большинство граждан Никарагуа, которые пересекли границу возле Пьедрос-Негрос, отправят обратно. Именно поэтому мы хотим попытать удачу здесь. Сейчас мы здесь. Нам сложно, но мы здесь. Пограничный патруль прошел и забрал с собой детей и матерей. Они сказали, что заберут нас утром. Мигранта помогают волонтерам, предоставляют теплую одежду и еду после дождливой ночи. У многих из них не было палата, где можно было бы ночевать. Следующий шаг – дождаться, пока пограничная служба заберет мигрантов для регистрации. Сейчас люди застревают здесь всего на несколько часов. Но еще около шести недель назад люди оставались в одном и том же месте по четыре или пять дней. Сэм и его сын Джон – местные жители. Вместе с другими волонтерами они уже несколько месяцев заботятся о недавно прибывших мигрантах. Честно говоря, это абсурд, что моя семья и просто группа волонтеров исполняет эту роль. Это должно делать правительство США. Здесь должен быть Красный Крест и много других организаций. Но их просто здесь нет. Ежедневно волонтеры патрулируют территорию вдоль границы в поисках людей. Так называемый Сан-Джудас-Брейк, брешь в пограничном заборе, раньше открывал дорогу многим мигрантам. Это транзитный лагерь, созданный Нацгвардией Мексики. Он был создан для того, чтобы задержать любых мигрантов, которые пройдут сюда через эту брешь в заборе. До появления лагеря мы видели, как контрабандисты целыми днями перевозили людей на машинах. Они ездили туда-сюда по этой грунтовой дороге. Иногда они перевозили до 12 людей в небольшом фургоне. Волонтеры говорят, что стратегия сдерживания мигрантов не работает, поскольку они просто будут искать другие брешь в границе, ведь легальные пути въезда ограничены. Сэм и Джон не получают финансовой поддержки от властей. И разочарованы они не только Вашингтоном. Похоже, что им все равно, как это выглядит с точки зрения пиара. Просто посмотрите на это. Это продолжается уже шесть месяцев. Постоянно продолжается. И никого. Много разговоров, много бла-бла-бла. В прессе также уделяется много внимания этим разговорам. Но вы видите, чтобы что-то изменилось. Я нет. Этой группе недавно прибывших мигрантов повезло. После нескольких часов на морозе за ними приехал пограничный патруль. Их зарегистрируют и примут решение о том, смогут ли они остаться в США или же их отправят обратно в их страны.